Слава Иисусу Христу нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это послание к церквям, послание к Вселенскому Собору. Я благодарю Бога Всемогущего за проходящий ныне Собор, завершающийся уже восьмой Вселенский Собор по счету Восточной Православной Церкви. И этот Собор на Крите он уже о многом, и во многом он стал таким реформаторским, но к сожалению, вот наша церковь, я лично как архиепископ реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, у нас даже в самом названии это слово реформация, некогда пугавшая православных христиан, но ныне на Соборе уже неоднократно провозглашенная, запечатлено. Так вот, и как православный реформатор, обновленческий священнослужитель, я вынужден констатировать факт, что до сегодняшнего дня, еще и завтра будет также заседание Собора и литургия, но до сих пор не было сказано о покаянии Церкви в самых главных наших православных грехах, о покаянии и исправлении работы над ошибками в самых главных наших ошибках, в самых главных наших просчетах и грехах, церковных, я имею в виду, грехах, потому как Церковь Христианская, она в своей истории совершала и совершает, и я полагаю, будет совершать еще немало разного рода ошибок, и наш глава, Христос, и наше основание, сам Иисус Христос, и все тело Церкви, это тело Иисуса Христа, и сам Христос, Он действительно взял грехи наши на себя, и Он хочет, чтобы все их спаслись и достигли познания истины, Бог этого очень хочет, и Церковь Его, Церковь Христова должна действительно не просто прятать голову в песок, закрывать глаза на ошибки, на наши падения, на наши, знаете ли, вот такие очень страшные заблуждения, я думаю, Господь наш очень сильно порадуется, если мы будем признавать ошибки, и каяться в них, и исправляться, слава Богу, потому что Церковь Христова, земная Церковь, странствующая, воинствующая Церковь, в отличие от небесной, торжествующей, мы действительно на этой земле в зоне сражения, в постоянном такой, в постоянной битве участвуем в духовном сражении, а пусть оно даже и не видно порой, кажется, человеческому глазу, но битва не шуточная, битва не на жизнь, а на смерть. И враг наш, сатана, дьявол, враг Божий и противник Божий, и человека-убийца от начала действительно лютует, и врагу нашему и врагу Божьему нанесено смертельное поражение на Голубовском кресте уже 2000 лет тому назад, но по-прежнему враг, даже смертельно раненый, он опасный, и сегодня действительно он как рыкающий лев и ходит, ища кого подлотить, но победа нашего Господа, Иисуса Христа, совершенная на Голубовском кресте, она просто-напросто действительно величайшая из всех побед, она и сегодня наша победа, потому что кровь Иисуса Христа и сегодня очищает нас от всякого греха. И если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы просто-напросто лжем. Если мы верим в то, что церковь земная, странствующая, воинствующая, якобы безошибочна, безгрешна, то это действительно досадное заблуждение и ересь, по сути, потому что церковь это мы, это мы, люди, живые люди на этой земле, и мы совершаем много разных ошибок, и есть общецерковные, очень страшные ошибки и грехи. И патриарх Кирилл, наш патриарх Кирилл Лукарис, основатель, по сути, реформаторского такого движения православного, еще через сто лет после Лютера, после начала западноевропейской реформации, в начале 17-го столетия, в частности, в 1631 году, издав восточное исповедание христианской веры, патриарх Кирилл, он действительно, как выдающийся апостол и реформатор, он тогда еще, в 1631 году, провозгласил во всеуслышание для всего восточного православного христианского мира, что мы, как церковь, мы не безгрешны, мы не безошибочны, мы совершаем разного рода ошибки и церковные, иерархичные, богослужебные, догматичные, и слава Богу, что новый собор, Вселенский собор, 8-й уже Вселенский собор, также выступил еще на предсоборных разного рода совещаниях, в частности, еще в 60-е годы, было заявлено о необходимости и богослужебных реформ, обрядовых реформ, вероучительных, богословских реформ, все это так, но пока, к сожалению, вынужден констатировать факт, что до самых глубинных и самых проблемных проблем, если можно так выразиться, Вселенский нынешний собор, так и не дошел. По разным причинам, я думаю, что у многих, даже тех, кто и понимает необходимость, и осознает необходимость этих реформ, знаете ли, но отсутствует парализованная воля к этим реформам. Знаете ли, как один уже из митрополитов, ну уже можно говорить, потому что уже покойный человек, уже митрополит Петерим, тогда еще, значит, говорил мне когда-то, что вот кому нужно все это, кому нужна эта реформация, что нужна реформа, нужна реформа, но это все были кухонные разговоры, а потом махал рукой и говорит, ну кому нужна она эта реформация, Горбатов могилу исправит, но на самом деле могила это не лучший исправитель, и на самом деле кому надо, в первую очередь нам надо, людям, в первую очередь Господу нашему нужно, в первую очередь всему человечеству нужно, потому что церковь, которая действительно, скажу, не реформация, не реформирована, церковь, которая не идет путем обновления, реформации, церковь отмирает, церковь угасает, и, как говорится, на ладан дышит и отмирает. Еще во втором столетии, в третьем столетии, об этом говорилось отцами церкви, в ранней церкви, в частности Киприаном Карфагенским, архиепископ Карфагенский, святитель, он говорил об этом, да, есть слово, даже тезис его такой, ecclesia semper reformanda, да, он звучит, буквально по-русски церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется, но там слово именно reformanda, то есть реформируется, церковь непрестанно реформируется и согласно Киприану Карфагенскому, другим отцам, древним нашим православным, что христианским в целом, что церковь, которая не реформируется, она деформируется, то есть у нас есть по сути два таких пути, либо реформация, либо деформация, либо так, либо так, либо сяк, но пусть будет не деформация, а реформация, Реформация это покаяние, это исправление, это восстановление того, что было дано изначально как раз. Возрождение, можно так выразиться, возрождение. Кстати, один из обновленческих союзов церквей в тогдашнем союзе еще в 20-е годы, так и назывался, союз церковных возрождений. Архиептический Палантонин Грановский, тогда в Зайконоспасском монастыре в Москве, он был как раз руководителем этого союза, председателем и предстоятелем этого союза. Слава Богу, сегодня молимся, мы как православные реформаторы, обновленцы, наша церковь, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия международная. Мы молимся о том, чтобы и за участников всех соборов, конечно, молимся за всех, кто был на соборе, кто не был, кто собирался, но не приехал. Молимся, да помилуй всех нас Господь, да благослови всех нас Господь, да сохранить всех нас Господь. От всякого зла я сам не смог быть, к сожалению, на Кипре, ну и чисто по финансам таким, к сожалению, насчет вопросов не получилось быть, но наблюдал эти дни, всю эту неделю наблюдал и онлайн, старался смотреть, чтобы было онлайн. И те записи сразу, которые были выложены, просматривал и те немногие тезисы, немного информации, что было опубликовано, но на официальном сайте и на других сайтах просматривал, прочитывал, промаливал и молился за всех участников, все эти дни молился за всех участников этого собора. И вот, как православный реформатор, я молюсь и призываю к этой молитве, и мы молимся, продолжаем наши молитвы. Завтра на богослужении нашей Киевской архиперскопии, здесь, в Киеве, мы будем также молиться, там на Кипре завершение будет, на Крите, извиняюсь, будет завершение этого собора, но здесь мы будем молиться о том, чтобы постсоборные, вот все эти совещания, встречи, которые тоже немаловажны, чтобы они также шли в русле именно реформации, не деформации, а именно реформации, возрождения, покаяния церкви, исправления церкви. И самые глобальные, самые важные, наиважнейшие темы так и не были провозглашены, увы. Я, как архиепископ православный, обновленческий, вынужден констатировать факт, что не хватило воли, даже у тех, кто понимал, а тех, кто не понимал, конечно, это не касается, но главные наши забнуждения православные, восточные, так и не были оглашены по разным, я так полагаю, по часто таким религиозно-политическим даже соображениям. К сожалению, политика религиозная нас губит, еще как губит. Но сегодня эту истину наша юрисдикция, по крайней мере, православная, провозглашает тезисы в тезисах соборов наших Украинской Реформаторской Православной Церкви 2003 года, 2008 года, 2012 годов. Вот тезисы этих соборов и решения этих соборов поместных в нашей Церкви, они очень и очень важны, актуальны, но, к сожалению, подавляющее большинство вопросов, что поднимает и поднимало, и будет поднимать наша Церковь, Вселенский Собор просто-напросто не поднимал, просто-напросто проигнорировал. Это, к сожалению, большое очень поражение Церкви, но я надеюсь, последняя надежда на сегодняшние еще последние встречи, заседания и на завтрашние еще, ну, завтра уже будет больше официальная часть, такая ритургия, Богуслужение, Евхаристия, подытоживание, и уже братья будут разъезжаться. Но самые основные проблемы в тезисах выражены соборов наших, это многобожие, то есть это неправильная вера, убеждение абсолютно в корне, в корне неправильное убеждение в том, что якобы между Богом и человеком есть много разных посредников к Богу. На самом деле, Писание очень четко и ясно говорит нам, вера апостольская, вера христианская, в чем она и заключается, в том, что един Бог и един посредник между Богом и человеком, и человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Вера христианская в том, что говорил сам Господь Иисус Христос, а Он сказал, что Я есть, говорит, путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, он подчеркивает, кроме Меня. То есть, кроме Иисуса Христа, через Иисуса Христа, и потому наши молитвы чаще всего звучат именно во имя, мы говорим, Иисуса Христа. Но даже если мы прямо это не говорим, то это подразумеваем всегда, потому что имеем Бога в разуме, Христа в сердце, и мы говорим, да, на самом деле, один посредник Иисус Христос, первосвященник, ходатай Нового Завета, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И сия вера апостольская, сия вера православная, сия вера христианская, которую провозглашали, и первые ученики сказав, и сегодня мы это повторяем, что ни в ком оно мне спасение, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. И вот, дамы и господа, братья и сестры, в нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя мы молимся исключительно только лишь к Богу. Мы молимся Отцу Небесному во имя Иисуса Христа в Духе Святом, но не молимся ни к Марии, Матери Иисуса Христа, не называем ее Богородицей, и не, знаете ли, не обращаемся к ней в молитвах. Как говорил еще Епифаний Кипрский, кстати, Кипр, да, значит, тоже в Средиземном море, Епифаний Кипрский, он говорил, что ее Марию, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, должно уважать, почитать, но никто не должен молиться к ней. И действительно, то, что сегодня происходит, это просто-напросто безумие религиозное, мракобесие, средневековое мракобесие, когда в тысячах и тысячах храмах наших по всей Руси, и не только по Руси, но вообще по всему миру, православному восточному, в каноничных церквях, во второканоничных православных церквях, в неканоничных православных церквях, везде фактически поют, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, Всесвятима, лети Бога нас, ангели, архангели, молите Бога нас, и прочее, прочее, прочее поется. Я сам это пел некогда, потому что я начинал свое служение простым сельским священником в Русской православной церкви, Московского Патриархата, там началось мое служение еще, фактически почти 30 лет тому назад, я начал свое служение в Московском Патриархате щитцом, потом арем, алтарником, дьяконом, потом священником и иереем, был настоятелем храмов в Рязанской и Брянской областях. Прошел все степени вот этого священства в русской православной церкви для белого священника, то есть для женатого иерея. И я очень был захвачен этим служением и много молился и к Богородице, и к другим умершим святым, но затем покаялся. В 1996 году, 20 лет назад, я покаялся в этом и с того времени молюсь только лишь Господу, Богу, и знаю, в кого я уверовал, я знаю путь, истину и жизнь, которая есть Иисус Христос. И к этому пути я призываю всех вас, дорогие друзья, и всех участников этого Вселенского Собора, призывая к этому святому пути. И, дамы и господа, братья и сестры, также, кроме проблемы многобожия, а ведь, по сути, культ мертвых святых Марии Иисуса Христа, Матери Иисуса Христа и других умерших святых, получается, это целый культ, это многобожие некое, потому что этих умерших святых миллионы православных христиан, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой, считают посредниками, ходатами, вездесущими некими такими, всезнающими, всеведущими. И на практике миллионы православных христиан ежедневно молятся, большей частью, к Марии и к другим умершим святым, и к ангелам. Знаете ли, сам Иисус Христос в сторонке, и Отец Небесный, и Дух Святой, как бы, по сути, не в чести, по сравнению с доминантой Богородицы и некоторых излюбленных наиболее святых. Это абсолютно просто-напросто деморализует, это абсолютно расхолаживает церковь, это абсолютно просто-напросто нейтрализует, блокирует действия Духа Святого в нашей конфессии в целом, если брать за православие, говорю. В нашей юрисдикции, пусть и небольшое совершенно, в сравнении с большими каноничными, второканоничными, другими неканоничными церквями православными, конечно, у нас очень маленькая юрисдикция, но мы маленькие, но зато идем путем, который есть Иисус Христос. И к этому призываем всех больших, знаете, как в портах, таких, я говорил у себя в церкви часто, что, особенно раньше рассказывал, что, говорю, вот, бываю в разных портах, то есть корабли, видел, большие, малые корабли, и вот такие буксиры есть, они небольшие совершенно, но мощные двигатели там, и вот, я так понимаю, они цепляют большие эти корабли и ведут за собой, туда, туда, туда проводят эти корабли, значит, потому что большой корабль, он там не сможет маневрировать в таких, знаете ли, портах, в таких вот этих проходах небольших, допустим, и вот мы стараемся к этому пути Иисусу Христу ввести эти большие конфессии, потому что большие юрисдикции, знаете ли, они очень неповоротливы и просто-напросто кораблекрушение может быть очень серьезным, но пройти этим путем, узким путем, можно лишь по вере в Иисуса Христа, к этой вере мы и древней нашей православной христианской вере и призываем вернуться, покаяться, то бишь, раскаяться, реформироваться, не деформироваться, не идти путем больше деформации, а идти путем реформации. Также вопросы идолопоклонства, почитания икон, крестов, даже поногие кресты наши на нас, пусть никогда не будут для нас фетишем, не будут никогда идолом, пусть не будет почитания икон. Не против, конечно же, как православный человек, как православный архиепископ, я не против, конечно же, икон, и патриарх Кирилл, основатель нашего движения, реформаторского такого православного движения, патриарх Кирилл Лукарис, еще в 17 столетии в Восточном исповедании христианской веры в 1631 году, он так и говорил, что мы не против живописи, но против почитания ее, против поклонения этой живописи, потому что, значит, это нечестиво, это идолопоклонство. И знаете ли, конечно, что тогда в 17 столетии, что сейчас, уже в 21-м, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, идолопоклонство по-прежнему есть идолопоклонство. И ничего доброго в церковь не может принести идолопоклонство. Это плевелы, занесенные извне, занесенные врагом рода человеческого дьявола, который принес эти плевелы, проспали, бодрствующие по этой притче Иисуса Христа. Буквально все так и исполнилось, как Иисус и говорил. И стал расти, и по сих пор растет, и то, и другое. И вырывать, конечно, никто не будет, Бог дал свободу выбора, пожалуйста, на огороде Царства Божьего растет и доброе зерно, и плевела разного рода. Но Бог дает каждому последнему даже плевелу стать злаком добрым и идти в закрома Иисуса Христа, покаяться. Человеку Бог дает шанс покаяться и справиться. Слава Иисусу Христу и нашему православию в целом Господь сегодня и во время этого Восьмого Вселенского Собора, и постсоборное время, и следующих соборов, девятого, десятого, не знаю, сколько еще будет соборов. Но, дай Боже, действительно, как сказать, именно реформироваться, именно обновляться, становиться добрым злаком и идти в закрома Иисуса Христа. Слава Господу нашему! Также о религиозном оккультизме, о котором я говорю, также много в семинарах своих по истории христианства, «Свобода от религиозного оккультизма» в других семинарах, в сети можете посмотреть. Выражается в культе мертвых, почитание мощей, это одно из самых страшных, что происходит сегодня в православии в целом, почитание человеческих останков, фрагментов человеческих тел, фрагментов фетишизм всевозможного рода, знаете ли, почитание предметов недушевленных. Это ужасно, конечно, это ужасно, и из религиозного оккультизма, как из трясины, мы выбраться не сможем. Только Иисус Христос, только Он сможет нас спасти, все. Здесь, если из других проблем еще можно как-то там постараться, выкарабкаться, но опять-таки без Бога не до порога, без Бога не сможем спастись, то здесь уже точно, если уже, как говорится, грубо говоря, ясно, что действительно здесь уже ничего не сможем мы сделать, только лишь может быть Господи, помилуй нас. И Бог, да, помилует нас и спасет. Я призываю к молитве, потому, и всех участников собора, и за весь православный мир, всех православных христиан призываю к молитве, всех христиан разной конфессии, протестантских, католической церкви, хотя у них тоже у католиков проблем, наверное, не меньше нашего, хотя церковь католическая, да, они идут путем реформации, уже раньше начали процессы реформации, слава реформирования, слава Богу за наших братьев западноевропейских, но всем нам нужно, я верю, в молитве и за себя, и друг за друга предстоять пред Богом. И пусть Господь Бог благословит всех вас, благословляя всех православных христиан, благословляя всех католических христиан, всех протестантских христиан, евангельских христиан, всех библейских верующих христиан, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, предстоятель реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Это послание к большей частью участникам, гостям Вселенского Собора, ко всем наблюдающим в эти дни за ходом Вселенского Собора. И моя молитва особенной паки-паки, снова и снова молитва за вот эти события постсоборные, совещания, встречи, пусть все это будет действительно в Божьей любви, в русле Божьей любви. Слава Богу и реформации. Аминь.